Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание класса Эксперт под названием Учитель Сплинтер. Будем, друзья, сражаться за ДНК Учителя Сплинтера. Ну что же, начнем. Итак, первый эпизод. Давайте-ка посмотрим. И здесь Сплинтер 40 уровня. Ничего себе! Вот, давайте-ка я сразу же возьму команду Черепашек. И давайте-ка, друзья, я возьму классических Черепашек. Посмотрим, как они справятся с Учителем Сплинтером. Вот, итак, вперед в бой. Интересно, он будет один или будет несколько Черепашек? Да, друзья, он всего лишь один. Вот, даже вот как-то неудобно брать против Учителя Сплинтера такое количество Черепашек. Ну вот, здорово, удалось мне прокачать классических Черепашек. Давайте-ка пусть Лео еще, вот, усилит нашу атаку. Раф прокачает силу. Здорово. Ну и давайте-ка уже атаковать. Итак, Микеланджело атакует при помощи телепортационной машины. И что же? И наносит серьезный удар. Вот, тем не менее, выживает Сплинтер, но Раф его добивает. Ну вот, друзья, вот такая вот чудесная победа. Вот, к сожалению, недостаточно. Возможно, было бы интереснее взять против Сплинтера вот другую коллекцию Черепашек. Тем не менее, друзья, два ДНК Сплинтера вот заработали. Итак, вперед. Дальше у нас будет Сплинтер уже 50 уровня. И давайте-ка против него я возьму оригинальных Черепашек. Вот, и посмотрим, как они справятся со Сплинтером. Сплинтером. Отлично, вперед. Ага, сразу же Сплинтер атакует. Неплохо. Ну, что я скажу, друзья? Давайте-ка атакуем тоже Сплинтера. Причем, друзья, атакуем Сплинтера в прыжке. Вот, Раф разбегается, наносит удар ногой. И с первого уже удара выбивает Сплинтера. Как жаль, как жаль. Я надеялся, друзья, что бой продлиться немножко дольше. Ну что же, была интересная победа. Вот, надеялся на лучший. Тем не менее, вперед, друзья, следующая команда. Вот, давайте-ка посмотрим. Итак, оригинальных Черепашек мы брали. А теперь давайте-ка, друзья, я возьму команду ролевиков. Посмотрим, как они справятся. Вот, Сплинтера. Итак, кого-то не хватает. Срафль есть, Лео есть. Донателло Микеланджело не хватает. Вот, кого не хватает. Ну что же, вперед, друзья. Вперед, посмотрим, как они справятся с Учителем Сплинтером. О, и сразу же Сплинтер бафается. Вот, неплохо. Раф превращается в индюшку. И у него поливляются некоторые бафы. Вот, все время, друзья, забывает, что означает вот эта стрелочка возле Рафа. Давайте-ка посмотрим. А она означает месть. Вот, месть. Скорее всего, он привлекает внимание. Ну что же, давайте-ка, друзья, пусть еще вот воспользуется своим кольцом Микеланджело. Ролевик. Отлично. А Лео прокачает вот атаку нашего отряда. Кроме того, Лео оскорбляет, привлекает внимание. Донателло Ролевик устанавливает защиту. Плюс у некоторых героев броня. И смотрите, что делает Сплинтер. Пытается нанести урон. Но очень здорово срабатывает броня. Итак, Раф атакует черепами. Очень мощный удар. Выживает Сплинтер. Контр-атакует. Но это уже не имеет значения, потому что Микеланджело выбивает его ван. Ничего себе! Выжил! Выжил Сплинтер. Как просто ли такое выжить, я не знаю. Но вот такая огненная атака Раф, Лео, вот Ролевика, просто выбивая Сплинтера. Итак, супер! Победа на три звезды. Очень здорово сыграли. И опять же у нас награда, друзья. Награда три ДНК учителя Сплинтера. Здорово! Итак, переходим в четвертый эпизод. Вот, вот, становится учитель Сплинтер все сильнее. Вот, 70 уровня. Ну и давайте-ка, друзья, против 70 уровня Сплинтера я уже возьму следующий крылаз черепашек. Давайте-ка, друзья, я возьму черепашек из космоса. Вот, посмотрим, как они сработают. Вот, что-то я не вижу. А вот Раф и Донателло. Вот, Донателло. Ну вот, итак, космические черепашки. Вот, я думаю, после космических черепаш либо мультик, либо видение. Ну, посмотрим. Итак, пытался атаковать Сплинтер. Не получилось. Ну, а теперь наш Микеланджело попытается бросить в него вот коробку с чипсами и выстрелить из бластера. Досталось учителю Сплинтеру. Ага, ну, смотрите, как здорово. Контер атакует. Вот, Лео пока защитит наш отряд при помощи образа капитана Раяна. А Раф попытается добить и своего бластера. Итак, что же? Вот, неплохо нанесен урон, но все же Сплинтер отвечает. Вот, осталось еще прокачать атаку нашего отряда, чем и занимается Донателло из космоса. Неплохо, ну, и, возможно, космическим маффином, этим кексом Микеланджело космический все же добьет Сплинтера. Итак, победит. Да, вот добивая Сплинтера. Итак, супер, друзья. Очень интересный бой. И мы с вами переходим на следующий. Вот, переходим. С вами получаем 3 ДНК Сплинтера. И переходим на 5 эпизод. Вот, посмотрим. И здесь уже Сплинтер 80 уровня. Это уже, конечно же, серьезно. Давайте-ка против вот этого Сплинтера я, друзья, возьму черепашек из мультика. Хотя, возможно, было бы взять черепашек из ведения. Мне кажется, это тоже было бы здорово смотрелось. Тем не менее, давайте-ка возьму черепашек из мультика. Сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед. Вот, черепашки из мультика против Сплинтера. Вот, пытается нанести Сплинтер хороший удар. Появились цепи у Микеланджело. Но, тем не менее, Микеланджело атакует. Нанесен неплохой урон. Вот, мощнейшая атака левого из мультика. Ох, сколько здоровья забрав Сплинтера. Рав пока прокачивает атаку нашего отряда. Супер. Вот, а Донателло активирует защиту. Очень неплохо. Ничего себе, как досталось Микеланджело. Тем не менее, он атакует. Наносит удар. Недостаточный. Возможно, вот Танец с катанами нашего Леонарда добьет все же Сплинтера. Да. И это победа. Вот такой вот великолепный бой. Ну, что я скажу. Просто здорово, друзья. Просто здорово. Просто великолепно. Итак, вперед. Вот, следующая команда. Вот, и следующие черепашки. И мы возьмем черепашек из видения. Итак, бой. Уже платиновый Сплинтер 90 уровня. Не просто его будет победить. Но я надеюсь, у наших черепашек все получится. Итак, Микеланджело видение. Донателло видение. Раф видение. И Леонарда видение. Итак, черепашки видение против Сплинтера. Вот, посмотрим, друзья, как это у нас получится. Удастся ли победить. Я надеюсь, по крайней мере. Очень крутой Сплинтер. Смотрите, что делает. Сразу же накладывает вот такой вот баф на Леонарда. Видение не сможет он атаковать. Появились сцепи. Тем не менее, пытается. Вот, нанесен урон. Ох, как здорово атаковать Сплинтер. Еще и медитирует на шести. Я просто в шоке. Вот, давайте-ка мы прокачаем точность. Либо лучше атаковать. Нет, давайте-ка все же прокачаем точность. Чтобы удары наших героев лучше проходили. Ну и вот, друзья, атака. Самая мощная атака. Рафа видение. Вот, слабовато, честно говоря. Вот, возможно, друзья, нужно все же прокачать точность нашего отряда. Что и делает Донателло. Разрубает фигурку тигриного когтя. И Лео атакует. И почему-то, друзья, на Лео не распространилась продвинутая атака. Возможно, что-то Белки Микеланджело видение сделает. Вот, здорово атакуют. Неплохо. И еще массовая атака от Рафа видения. Здорово. Ох, 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 как досталось нашему отряду. Итак, атака каменной глыбой от Донни видения. Здорово. И у Сплинтера появился постепенный урон. Но Донни погибает, друзья. Очень мало осталось здоровья. Но, возможно, наши герои все же его добьют. Ай-яй-яй. И Донни видения выбит. Как жаль. Как жаль, друзья. Вот, не получилось идеальной победы. Конечно же, неплохо сработали. Победа на три звезды. Но этот не тот результат, друзья, что мне хотелось. Вот. Итак, победа учителя Сплинтера. Вот. Но, ну как. Мы победили. Но это, друзья, не тот результат, что я хотел. Давайте-ка, друзья, еще раз переиграем этот бой. Вот постараюсь я взять команду помощнее. Чтобы все же нам победить. Итак, давайте-ка Рафа и Лео в видении я оставлю. Но на помощь нашим героям. Вот. Давайте-ка я возьму еще кого-то. Давайте-ка я возьму Лео из мультика. Вот. У него очень мощная команда. И Микеланджело. Вот. Кстати, возможно, было бы здорово взять Донателло. Лео у нас есть. Раф есть. Микеланджело есть. Давайте-ка, друзья, я возьму Донателло в видении. То есть, это будет полностью команда черепашек. Только двое в видении. Один мультик и один ролевик. Вот. Мне кажется, этим составом мы должны выиграть. Потому что, вот, Микеланджело сейчас прокачает уклонение. Вот. Смотрите, друзья, прокачивает уклонение. Здорово. Плюс у некоторых героев появляется атака. Здорово. Лео в видении бросает кувшин и запрещает сплинтеру подлечиваться. Супер. Очень неплохо. Ой-ой, что делает сплинтер? Смотрите. Вот. Ох, вредина. Раф в видении атакует. Наносит мощнейший урон. Здорово. А, Донателло ролевик делает защиту для нашего отряда. Вот. Появилась была броня у Лео. Тем не менее, сплинтер ее разбивает. Итак, Микеланджело наносит урон вот дымовой бомбой. Отлично. Вот. И давайте-ка атаковать. Лео в видении атакует. Наносит неплохой урон. Вот. Неплохо. Ого. Итак, учитель сплинтер атакует. Тем не менее, Раф в видении массовой атакой наносит очень мощный урон. Ну что же, возможно, это будет победа уже. Итак, Донателло вот кастует. Наносит вот мощнейший удар своим посохом огненной атакой и победа на три звезды. Ну что же, супер, друзья. Будет уже возможность собирать при помощи вот телепортиков всякие интересные плюшки. Вот. Это можно будет сделать. ДНК. Ну, вот как-то вот так. Ну что же, друзья. На этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Конечно же, пишите, друзья, в отзывах, комментариях. Кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Вот так. Ну и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Ну, я надеюсь, сегодня еще сниму видео с разными составами от подписчиков. Итак, всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok